Баал Ки, Хананя и Сирии, как громовержец и бог плодородия, а также бог вод, войны, небо, солнце. Я цитирую Екипедию. Первоначальное имя Баал было нарицательным значением божества того или иного племени, потом местности. В это время его святилища приурочивались к источникам леса и гор. Титул Баал давался князьям и градоначальникам и входит в имя. В Угарите бог Баал высоко почитался под именем Балу, имел эпитет силачий бык, был сыном бога Дагона, его сестрой и возлюбленной была Анна. Мог изображаться в облике могучего быка или воина в рогатом шлеме, что связывает его с Зевсом, Зевсом Амоном, Вавилонским Зевсом Баалом. Финикии он именовался Баал Сафон, центр культа в Тире. Отсюда он распространился в древнем израильском царстве. Почитался Баал и в финикийском государстве Карфагене. Имя Ганнибал означает любимец Баала. При Толомеях культ Баала слился с культом солнечного бога Гелиоса, что ознаменовалось переименованием города Баалбек, центр культа Баала, в Гелиополис. Практически во все времена культ Баала сопровождался сладострастными оргиями, причем при этом жрецы в экстазе наносили себе порезы и раны на различных частях тела, чаще всего на запястья и ладонях. Согласно Библии, служение Баалу включает в себя человеческие жертвоприношения, в том числе убиение собственных детей с сожжением в огне. Вот так вкратце из Википедии о Баал. Хозяин Владыка является эпитетом Бог Владыка для разных богов западно-семитской мифологии. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok